Вот такие сноги у нас стояли в школе. И мы на них работали. Да, так а в то еще время осталось. У нас предмет назывался «Урок труда». «Урок труда»? Раньше. Сейчас вот называется технология. Что-то меняется, а что-то остается неизменным. Но первостепенно всегда достойное образование. Правило которого придерживается самая крупная городская школа, номер 17. При этом активно внедряя и современные технологии. Это группы, которые будут действовать. Депутат городского совета Григорь Агекян. Частый гость в школах округа. Регулярно оказывает помощь и школе номер 17. Закупить недостающее оборудование, оснастить кабинеты. В преддверии нового учебного года в очередной раз посетил своих подопечных и убедился. Коллектив отлично справляется и к приему детей готов на все 100. В этом уверились и родители учащихся, которые также приняли участие в осмотре. Мы провели несколько видов косметического ремонта. Мы закупили класс робототехники. Обновлены кабинеты учебные, зал хореографии. Многое сделали в закупке оборудования за это лето. То есть мы встречаем детей 1 сентября новыми, обновленными, красивыми, технологически мощными. В новом учебном году школа откроет свои двери для 81 класса. В числе новых учащихся начальных классов ребята из ДНР и ЛНР – Семен Бондаренко и Софья Рубан. Для детей это большое событие. И коллектив школы старается максимально мягко адаптировать ребят. А чтобы заранее настроиться на хорошую учебу, парламентарий вручил ученикам новые портфели. Давайте поздравим. От себя. От себя. От себя. Как вас зовут? От себя. От себя. Чтобы вы хорошо учились. Тебе нравится школа, в которую ты поддерживаешь? Да. Большие спортзалы, хорошие классы, укомплектованные. Я думаю, нам очень понравится учиться в этой школе. И очень рады, что нас сюда взяли. Наталья Медведева, Александр Оржевский, телерадиокомпания Щелково.